Всем привет! Начинаю свой влог не с себя, себя сейчас тоже покажу. Я занимаюсь йогой. Многие спрашивают, как. Я занимаюсь и оффлайн, и онлайн. Вот таким образом это происходит онлайн. Я, кстати, раньше думала, что занятия вообще дома, спортом, йогой, что это не прикольно. Пока я не попробовала. Занимаюсь онлайн с девочкой, с которой начала оффлайн. Оказалось, что на занятиях я узнала, что у нее есть и онлайн занятия по скайпу. Думаю, дай-ка попробую. И вы знаете, они мне так зашли. Дети, сад, школа. У меня не всегда по работе получается, но когда получается, я очень довольна. Правда, единственное, что по времени. Мне прикольнее, если бы чуть раньше. Потому что летом я занималась, мы начинали в 7 утра и до полдевятого. Сейчас нет такой возможности из-за того, что школа, надо рано вставать, детей развозить, и на улице не получается. Плюс уже холодно. Поэтому надо будет переходить в залы, а на природе это так круто. И, как бы, вы знаете, дома очень прикольно. Дома никого нету, и ты себе благовоние зажигла, свечи и занимаешься. Потом такое умиротворение, зен. А потом, как бы, в принципе, если ты дома остаешься, то можно еще помедитировать, книги почитать. Если есть рабочие вопросы, то, как бы, я в основном быстренько в душ и помчала. Вот. Сегодня у меня такой паркохозяйственный, получается, день. Потому что сейчас я позанималась, и пойду на улицу, мне надо посадить клубнику, да, осенью, и самшит. Там я, получается, покупала разные, ну, как бы, растения, и один самшит не прижился. И мне его просто поменяли. То есть я за него не платила, просто я приехала, и мне его поменяли. Поэтому пойду сейчас... Привет. Так, сколько кофе можно пить, ма? Не кофе. Сейчас я сделала с лимоном и с мятой. Ты что, блины пожарила? Да, уже пожарила с творогом и пустой. Круто. О, мне вот такая штука нужна была. Я тебе ее нашла. В предыдущем влоге я, когда покупала торшок... Без мамы никуда. Да. Я когда покупала горшок, я, как бы, провтыкала и не поняла, что там нужна такая специальная шучка, чтобы... Ну, типа, дренаж. Мышля, с аппетитом. Спасибо. Получается, дренаж. И я туда коры насыпала. Мама у меня эту штуку нашла. Ну, то, что у нее было. Потому что в магазин прийти и сказать, ой, вы знаете, я у вас покупала, чека у меня нет. Но это, как бы, не совсем. Потому что кто-то с девочками написал, говорит, так пойди обратно в магазин и, типа, возьми. Ты же, как бы... Не дозабрала. Сложно будет объяснить. Вот. Что я говорила? А, говорила, что сейчас пойду клубнику посажу. Это мне, получается, дала знакомая девочка. Она здесь, ну, как бы, с моего села, говорит, есть у меня рассада. Я такая, класс. Потому что весной я посадила малину и клубнику. Клубника три кустика. Один кустик прижился, даже клубничку одну дал, два не прижилось. А малина, все кустики прижились и, как бы, мы ели малину. Прикольно так, кстати, первый раз посадила. И оп, и есть малину можно. Поэтому сейчас посажу клубнику там на огородике. И самшит пересажу. Вот. По поводу, где я покупала растения, я в предыдущих влогах строительных я рассказывала и показывала. Если надо, я внизу оставлю под виде номер телефона. Сайта нет, у них ничего. То есть они такие, как бы, ну, у них цены очень приятные. И это Броварской проспект 20, это в сторону Броваров, как за Черниговской. То есть там, где Быковня. Ну, это кто местный, я имею в виду, кто из Киева знает. Ну, как бы, вот так. И оставайтесь со мной сейчас. Я перекушу, мама мне сделала. Потому что я такая, что я не поем. Ну, как бы, у меня, кстати, девочки спрашивают, теперь понятно, почему, как бы, там, ну, твой секрет стройности, да. Ну, понятное дело, во-первых, как бы, йога дает много. Сейчас я понимаю, что тело подтянулось еще благодаря йоге. Плюс я ходила, ну, и сейчас будет у меня последнее уже посещение, это бодипластика. Такой, как массаж, но не массаж, да, где в данный момент, то есть у меня зоны галифея, как бы, нету. Но у меня есть вот, как бы, вот здесь она чуть-чуть, и мы приподнимаем ее, то есть гоним на попу, чтобы попу приподнять. Попа приподнялась с помощью бодипластики. Бодипластики плюс занятия, да, то есть я, кстати, надо позаниматься. Я помимо йоги пока ничем не занимаюсь, хотя иногда там могу поприседать, но мало, мало, надо. У меня, кстати, летом хуже получается ходить в спортзал, а вот зимой лучше. Ну, наверное, потому что рано темнеет, и, ну, у каждого по-разному. Ну, тяжелее именно поехать, потому что холодно, потом после душа выходишь холодно, неприкольно, летом проще, конечно же. Так, у меня какая-то болтология получается, как обычно. Ну, я знаю, что вам нравится, плюс вы говорили о том, что последний, опять же, влог, он такой домашний, и вам он зашел. Вот, сейчас я еще хочу, мама приготовила блинчики по поводу еды, по поводу выпечки. Я мечтаю, когда у меня уже появится кухня, потому что когда-то, когда мы жили на квартирах, и у нас была духовка, мы с Ника постоянно пекли. Это так круто печь. Сейчас, в принципе, можно было бы купить духовку, но я понимаю, что зачем, как бы, знаете, как временное что-то покупаешь, а потом оно стоит. В общем, я решила, что когда появится уже духовка в этом большом доме, тогда и будем печь. По поводу печь. Сейчас я поем, я вам кое-что расскажу. Мне мама положила 4 блинчика. Я не могу половинку доесть, 3,5, и уже, видите, пузико спрятала, потому что наелась. Максимальное, что я готовлю, это тоже оладики, блинчики или пирог шарлотка в мультиварке. Но я всегда хотела печь, и мы пекли, как я говорила, да, но печь тоже можно по-разному. И я посмотрела в ютубе, вы, кстати, у меня спрашивали, рекомендую, кого ты смотришь. Я редко кого смотрю, но если смотрю, в принципе, могу поделиться. Вот, есть Полина Филимонова. Она кондитер, и, по-моему, первая в Европе открыла свою школу. У нее, по-моему, 40 тысяч учеников через нее прошли, и у нее ученики делают такие вещи, что я такая думаю, что оставлю ссылочку, можно записаться на онлайн обучение к Полине, и я оставлю внизу ссылку на сам канал, потому что, мне кажется, что для мам, которые сидят дома, это альтернатива для заработка. Все, я домучила этот блинчик. Съела 4 штуки, представляете? Так, что хотела сказать по поводу бесплатного мастер-класса Полины. Я внизу оставляю ссылочку, запиши более 35 десертов. Я поела сейчас, поэтому я более спокойно об этом говорю, но в любом случае, девчонки, я знаю, что многие в семьях любят красивые пироженки, тортики и так далее. И когда это делает мама, вкладывая туда свою любовь, и когда это еще и красиво, это вообще очень здорово. Поэтому такой бесплатный мастер-класс, я думаю, вам пригодится. И внизу оставлю ссылочку на Полину. Пока не пеку я, надеюсь, будете печевой. Но потом, когда у меня появится духовка, я буду снимать такие видео и вам показывать, потому что у меня будет много света, я специально все так распланировала, потому что я хочу снимать кулинарию. Раньше у меня на канале всегда была кулинария, но сейчас у меня проблемы с кухней, света там мало, поэтому я особо не снимаю. Но скоро все изменится. Вот так вот. В инстаграм напишите мне, кто по рецепту Полины что-то делал, и похвастайтесь, будет приятно мне. У Демы был футбол, поэтому я не успела, я смогла только достать, но посадить не успела. Поэтому сейчас буду сажать, уже темнеет, но ничего, это наоборот, на ночь хорошо. Но я не успела сегодня посадить клубнику. Опять? Опять, да. Но завтра точно посажу. Кстати, завтра мама у меня опять приезжает. То есть она переехала сюда, а теперь переезжает обратно в Запорожье. Поэтому вон у нас там вещи. И получается, мы маму завтра как бы отправим, я отправлю, потому что дети в сад, в школу. И спокойненько, уже тихо посажу клубнику. Потому что до этого... В принципе, сегодня была возможность, но и не было ее. Сегодня еще приезжали ребята по мебели. Мы там по Никиной комнате там разговаривали. У Ники сразу. Они сделали кровать, но она, получается, чуть-чуть поскрипывает, когда она разворачивается. И чуть-чуть она скрипит, так же на весь дом слышно. Ну, это тебе слышно. Я с другой комнаты слышу чуть-чуть. Но если, в принципе, взять, то короче. И получается, я говорю, что делать? Чтоб она не скрипела. И ребята говорят, мы сделаем. Попробуем сделать на силиконе. Если не получится, мы ее приварим. Наполовину оделся, наполовину нет, да? То есть наполовину пижама, а наполовину... Смотри, сначала я послала его кое-как, потому что это мой-мой, вот это кривляние, да? Послала. Штаны ты одел в нити, это для садика. Пижамные одень. Чего? Нет, ничего. В смысле ничего? Для детского сада. Завтра детский сад. Так надо правильно одеваться. Сначала он просто снял кофту, которая свитерок была сверху. Прибежал. Уже готов, да? Вот сейчас прибежал уже наполовину одетый. Так, тут видите, какая ситуация? У меня же уже здесь кора лежит и этот... Агроволокно. Агроволокно черное, чтобы не было... Сильно глубоко тоже не надо. Это достаточно. Лучше пошире, да. Потому что я достану с этого... Как он называется? Крючка. Да. Так, сильно я все-таки выкопала яму слишком. Так, и я не купила корневин. Я уже завтра куплю и полью его. Ну что, мой хороший, приживайся. Вот так, чтобы ты ровненько стоял. Красивенько. Я уже искупана в новой ванне. Есть там свои нюансы, но то такое. Хочу вам показать... Постельное белье я, в принципе, показала в предыдущем видео. Вот оно. Такое черное и серое. Черное и серое. Но я дозаказала дополнительно еще две наволочки, потому что мне хочется, чтобы было четыре подушки. То есть у меня есть четыре подушки. И хотела серые наволочки. А у них эта ткань закончилась. Сказали, что надо ждать. Ждать я не люблю, поэтому я говорю, ладно, давайте черное. Теперь жалею, надо было ждать. То есть было бы красиво черное и серым. И я такая застелить. И думаю, блин, четыре черные подушки. Но это не то. Что такое? Всегда есть еще две подушки в той комнате. Тебе зачем? У тебя все есть. А, ты хочешь все, понятно. Она черная. Она хочет черное постельное белье. Ну хорошо. Я могу. Я хочу еще себе постельное белье с диснеевскими принцессами. Ну это так. Какой капец. Я тебе в Юске куплю. Или в этом. Нет, нет, нет. Как он? В Э4, да? Там, по-моему, да. Есть детское постельное белье. Идем с супергероями, тебе с принцессами. Мои чего-то, кстати, в комнату не хватает. Я сейчас пытаюсь понять, чего. Штор. Да, но мне знаешь... Ну и у тебя там бардак, если честно, всегда. Да, ну бар... Не правда. Да. Нет. Ну она считает, что это творческий беспорядок, я вам говорю, что это бардак. Нет, это там никакого бардака. Вот у меня творческий беспорядок. Где? Где? У тебя здесь ничего нету. У меня творческий беспорядок, но все лежит на местах. Где? Где тут пусто, здесь ничего нету? Это не творческий беспорядок, это аксессуар, это декорация. Это декорация, но она в творческом беспорядке. Это не называют, это не творчество. Ты не знаешь, что такое творческий беспорядок. Знаю, поверь. Я захожу в твою комнату и вижу, что это на грани просто абсурда. Что? Хорошо, сыночек, прости. Творческий беспорядок, это когда беспорядок, но ты знаешь то, где лежит, потому что это... А там лежат карандаши, и ты знаешь, что они там лежат. Там лежат нитки, и ты знаешь, что они там лежат. Там лежит иголка, и ты знаешь, что она там лежит. Ника, иголка на полу! Ладно, суть не в этом. Кстати, это получается как предыдущий сериал. Вам очень понравилось это видео, я вам уже говорила, что я очень рада комментариям вашим, это классно. Но решила вам показать это постельное белье, потому что в предыдущих видео я его показывала, и вот у меня теперь такой, знаете... Вот именно... Мне нужны серые наволочки теперь. Потому что будет красиво. А четыре подушки черные, неприкольно. Ладно, пожаловалась. Но суть не в этом, я попробую найти, где я купила, потому что вы меня спрашивали. В принципе, хорошее качество. Довольно неплохо. Но я только один раз постирала, постелила, и я не знаю, какое оно будет при стирках, стирка будет ли линять. Ну, когда стирала, не линяла. То есть, в принципе, оно приехало, я это тоже еще не стирала. Оно такое плотное, такое прям твердое какое-то. Мне не понравилось. Когда постирала, стало мягче. Тем более с этими кондиционерами. Все. Завтра тоже будет все. Далее буду. Далее буду. Сейчас покажу вам комнату Ники. Когда темно. Эээ. У нее тут... А тебя не видно? Ну, прости, я не вижу. Теперь вижу. Не, 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 тише отсюда. У нее просто красиво вон. Там вот все светится. И уйдем, и все светится. Как же светится? Ну, вон луна у тебя светится под столом. Мама. Да. Я тебе хочу сказать, мне муравьи. Говори. Что? Мне муравьи. Муравьи спят. Весна. Ну, там. Вот там. Ты, 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 смотри. Угу. Ой, птица упадет. Ну, зачем? Он же будет плакать. Как упадет? Ну, как упадет и будет плакать. Скажет. Ну, что меня Дема взял и выбросил с кровати. Да еще со второго этажа. Со второго этажа. Со второго этажа. Ты что, к логопеду просто так ходишь? Скажи мне. Угу. Давай. Скажи, со второго этажа. Со второго этажа. Молодец. Все. Давай, поедем. Я буду по тебе скучать. Спокойной ночи. Я буду по тебе скучать. Я буду по тебе скучать. А что ты не снимаешь? Я тебя не снимаю. Все, пока. Короче, я поняла, что мне не хватает. Чего? Ты не снимай меня. Я тут не верю. И вывижу, как это. Мне не хватает тумбочки прикроватной. Это понятно. Ну, я просто сейчас смотрю. Я же хожу по комнате. Я вижу, чувствую, что здесь что-то незавершенности. Да. Первое, это прикроватная тумбочка. Второе, это по телевизору. Смотри. Сегодня ребята приезжали, мы измеряли. А что вы измеряли? Что ты говорила им делать? Сделать вот тоже металлический, как у меня в спальне. Угу. В ножке. И получается 20... Ты говорила им сделать просто тумбу? Нет. Она будет открытая, как ты и просила. То есть там будут две полочки для книг и верхняя вот для вот этой штучки. Ну, то есть что-то типа... Просто у меня, вон, видишь, первая полочка, которая там. Там лежит всё моё самое особенное. И вот это вот всё самое особенное будет пополняться с огромной скоростью. А пыли-то у тебя сколько, Ника? Офигеть. Кому-то завтра убирать. Да не надо. В смысле? Не надо. Ну, идти или что-то убирать. Не буду я завтра ничего убирать. Я в школе учусь. Я домой прихожу отдыхать. И дышать пылью. Да я в утру пылью. Я не суть дела. Тем более, если у меня получится попросить у папы на Новый год, чтобы он мне разом купил все 72 тома, то куда мне это всё складывать? Вот. У меня будет здесь, у меня будет, знаешь, чтобы... А может сразу тумбочку попросить? Тумбочку можно на этот, на как его? Святого Николая. На вам? Я знаю, я многого хочу. Но не суть. Чтоб я утром просыпалась и видела свою любимую красоту. Я, кстати, вам не показывала Никину комнату. И, по-моему, я даже не показывала, как её собирали. Давайте-ка... А, я в этом логине вставлю. Я в строительном, чтобы не путать. И ещё. Я вам в строительном покажу. Органайзер для стола. То есть, где, знаешь, такая маленькая коробочка, в которой много-много-много всяких отделений. Потому что видишь, что... Ну, пойди сюда. Видишь, у меня скотчи, наклейки, пластыри. И вот у меня в эти коробочки я тик-така скрепки сложила. Вот. Вот чтобы вот это вот всё лежало в этой маленькой коробочке. В органайзере. Ну, как бы и вот так вот у меня. Да, всё будет нормально. Всё будет зашибись. Да, а потом я себе ещё постеров накуплю. И все стены постерами. Ёшкин, вот я пошла. Что такое? Я такое не люблю. Ну, твой окон это делает, чтобы... У меня будет ещё много постеров. Главный элемент уюта в моей комнате. Даже два забыла элемента уюта в моей комнате. Это балдахин. И это прекрасное место, где я могу мостить свою жёвку. Эх, кресло-мешок. Да, да, да. И будет вообще... Конфета. Да, ну и убрать, конечно, комнату. Да, Димит. Да, это морковка. Морковка. У него есть мишка, она зовут морковка. Всё, спи, сыночек, спи. Мы трендим. Куда там спать? Ты слышишь, мама? Да. Когда руки напрягаю, корта... Так, ну, теперь, короче, она маленькая. Посмотрите. Ник, я отдала свою жёвку, но... Я слишком дискулистая. Окей. Снимай. Видите потолок? У меня часто вы спрашиваете, Аня, когда потолок, когда потолок? В самую последнюю очередь. Наверное, в самую последнюю очередь. Он меня вообще не парит, вообще не раздражает. Сверху он утеплён. То есть, в принципе, мне кажется, что, да, внешний вид, конечно, был бы лучше, но есть вещи, которые, например, занавески, шторы. Хочется классные шторы, такие тяжёлые, графитовые. Я не могу найти классные, поэтому мы живём без штор. Вот, ширмой. Если вдруг вы знаете, где можно найти графитовые шторы, плюс-минус, такие, как вон, плинтуса, не чёрные, рамы чёрные, а плинтуса такие, графитовые, то буду очень благодарна, честно. Я уже много где была, и, в принципе, если по цвету попадаю, то не попадаю по материалу. Если попадаю по материалу, нет такого цвета. А купить просто, чтобы купить, не хочется. Поэтому мы в ожидании наших штор. Я вообще считаю, что интерьер, он создаётся из деталей. Вот, например, стоит цветок. Не знаю, видно вам. И видите, горшок какой? Нужен чёрный. Вот, плюс-минус такой, как крайний на столе там стоит. Он вроде как такой чёрный, да? Вот, мне нужен такой графитовый или чёрный кашпо. И тоже не могу найти вот такой, чтобы он был вот такой, как надо. И я решила, что... Ну, вот раньше, знаете, как делала? Такая болтология на ночь. Я покупала как бы замену, пока не найду. А сейчас решила, что зачем покупать абы что? Я лучше подожду, но куплю то, что мне надо. Потому что то, что мне надо, стоит дорого. Поэтому я лучше куплю один раз, но то, что меня будет радовать. Вот, поэтому если вы знаете, где можно найти хороший кашпо, такой, как мне надо, а вы видите, да, по интерьеру, что мне... Вот, кстати, там тоже горшки нужны. И, в общем, мне нужны кашпо. Мне сейчас очень... У меня много цветов. Мама же, когда приехала, привезла много цветов. И мне нужны кашпо. Классные, красивые, серые и чёрные. Поэтому буду вам очень благодарна. И по шторам, если вы поможете, ссылочки покидайте, где можно найти. Так, чтобы не дорого, но хорошего качества, то тоже буду благодарна. Ставьте пальчики вверх. Я, кстати, очень благодарна вам за то, что вы в предыдущем видео писали, что видео досмотрели до конца. Это безумно радует. Вот. Так что спасибо за лайки, спасибо за то, что пишете комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok